Приветствую вас, и вы знаете, в вашем сообщении не совсем все однозначно понятно. Связано это, в первую очередь, с тем, что, ну вот, жили вы вместе с парнем, со своим, значит, какое-то время, небольшого, правда. Он, значит, предложил вам там жить вместе, и на днях, в связи с его ремонтом, вы приехали обратно к себе, в свою квартиру, и теперь вы говорите, что по его разговору вы поняли, что рано мы сошли. Что еще указывало на то, что вы рано сошли? То есть все было хорошо, все было нормально, развивалось все своим путем, все шло естественным ходом, естественным чередом, до тех пор, пока, ну, например, например, до тех пор, пока, молодой человек не попросил ответ, как у него ремонт. Ну, во-первых, сразу возникает вопрос, а был ли ремонт на самом деле? То есть, знаете ли вы наверняка, что ремонт есть? Допустим, знаете. Хорошо. Теперь, когда вы узнаете, что есть ремонт, что человек действительно делает ремонт, как именно в разговоре вы поняли, что вы рано сошлись? У вас были ссоры, когда вы жили вместе? У вас были разногласия, когда вы жили вместе? Было ли что-то, что могло навести вас на эту мысль? Это очень важный вопрос, который вам необходимо прояснить, потому что, ну, не очень понятно все-таки, из чего вы делаете такой достаточно, ну, экстериодный вывод о том, что вы рано сошлись. Дальше. Убийство. Теперь мы очень редко видим, если он не дает вас успех. Вы знаете, если вы на днях, если вы только на днях уехали от него по причине того, что у него ремонт, то есть что значит на днях? Это недавно. И ремонт, он как бы быстро не делается, если я правильно вас понял. Ну, вы, опять-таки, не раскрываете ничего про это конкретно. Сейчас конкретно. Каковы обстоятельства, прям вот просто, каковы обстоятельства ремонта? Каковы обстоятельства того, что мужчина, например, делает? Вот. Ну, этого не говорить. Тут непонятно. Ну, хорошо. Ладно. Давайте не будем сейчас паниковать и попробуем спокойно разобраться с тем, что произошло. Вот вы говорите, значит, вы говорите о том, что он не хочет с вами видеть сейчас. Как это проявляется? Как проявляется тот факт, что он не хочет с вами видеться. Как проявляется то, что он настроен против вас? Не очень понятно. На чём вы основываетесь, когда делаете такого рода суждения. Дальше. Далее вы пишите такую вещь, значит, не знаю, что его так спугнуло. То есть, для вас сейчас, на данный момент, основная проблема, трудно заключается в том, чтобы идентифицировать его причину поведения. Причина поведения простая. Если у вас не было целых, тот мужчина просто понял, что он не готов жить с вами. Вот тут все попробовал, месяц он с вами прожил и понял, что, собственно, не готов пока с вами жить. Но это при условии, если у вас не было ссор, разногласий. И это при условии, что мы всё правильно поняли. В чём, простите, у меня есть небольшие вспомнения. Но просто потому, что слишком мало информации и слишком явно субъективный взгляд на происходящее. То есть, никаких доказательств, ничего вы не приводите. Никаких фактов, никаких, так сказать, описаний ситуации вы тоже не приводите. И поэтому он взял вывод, что вы сами себя накрутили. Углубляться в это мне пока не хочется, но тем не менее. Вы просто попробуйте, не делайте, если вы из муха слона. Ну, дайте мужчине закончить ремонт. Может быть, вы и резко видитесь, потому что он сначала станет ремонтом, например. Далее. Далее вы начинаете думать о себе. Слушайте, что вы чем-то его отпугнули, что может на него так влияет ремонт. Да. Может быть, на него так влияет ремонт. Более того, я уверен, что это скорее всего именно так. И положение, что не может найти работу. А вот тут же интересно. А если мужчина не может найти работу, какие деньги делают ремонт? Откуда у человека средства на то, чтобы делать ремонт, если он не работает? Не очень, вообще-то говоря, этот момент понятен. Как видите, сами, я надеюсь, в вашем вопросе много чего нужно разъяснять, пояснять, дополнять. Но я думаю, что при прочих, равных условиях, мужчина просто понял, что он не готов жить с вами. Ну, не готов быть вообще, жить с кем-либо. То есть, как я понял, человек пригласил вас к себе с ночевкой, освободил полочку для вас, шапу, и вы прошли вместе, при этом ничего заранее не обговаривал. То есть, не было дорально говорено, что вы живете вместе. Ну, и раз так, то мужчина хотел просто провести с вами время, просто пошлить с вами свое удовольствие, ничего конкретного не планировал. И так же он совершенно спокойно как пригласил вас к себе, так он вас и попросил уйти. И это уже вопрос вашей субъективной стороны, вашего восприятия, почему вы восприняли его приглашением всерьез, и что вы, собственно говоря, к нему чувствуете? Что вы хотите от него? Почему только от него? И какие цели вы преследуете, и что вы сейчас потеряли с уходом, со своим уходом от него? То есть, вопрос, весь ваших подредностей нужно разбирать. Вот, я думаю, так можно ответить на то, что вы написали. Не ищите проблемы в себе, вы, скорее всего, сделали все правильно, вы не могли по-другому делать, вы были с собой. Думаю, дело здесь в том, что мужчины изначально не собирались с вами проводить много времени. Думаю, что изначально мужчины не собирались жить с вами долго. Просто-напросто вы уже надеялись, уже, возможно, строили ожидания, и когда это не образовалось, вы, собственно, оказались просто-напросто не приготовлены к этому. Ну, а можно ответить еще какие-то свои субъективные причины для того, чтобы переживать и чтобы испытывать фрустрацию. В данный момент, в настоящее время, та реакция, которую вы испытываете, она очень сильно похожа на фрустрацию. Это надо определить, какое у вас желание не реализуется, и как его правильно реализовать, чтобы вы не испытывали негативных эмоций и не зависели от решения другого человека. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!